Как известно, на прошлой неделе грянула весть. При получении более чем миллионной взятки в собственном кабинете взяли заместитель начальника областного управления Федеральной налоговой службы Алексея Новикова. Запахло скандалом в налоговом королевстве, а тут и еще подоспела весть. Главный подозреваемый будет, скорее всего, проходить как минимум по двум делам. Установлены новые эпизоды получения взяток. Так, следствием установлено, что в ядваре этого года Новиков, действуя в сговоре с начальником одной из межрайонных налоговых инспекций и его заместителем, получил от представителя Рязанского сельхозпредприятия взятку в размере более полутора миллионов рублей за возмещение НДС. По данному факту в отношении Алексея Новикова и его соучастников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это получение взятки в особо крупном размере. По ходатайству следователя судом в отношении Алексея Новикова избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня в железнодорожном суде решался вопрос об избрании мера пресечения для Алексея Новикова. Теперь общественности остается ждать развития события. Ограничится дело одним Алексеем Новиковым или всплывут новые фигуранты? Вскоре узнаем. Одно ясно. Такие комбинации в одиночку вряд ли прокручиваются, даже если чиновник занимает высокий ведомственный пост. Так что не исключено, что Новиков лишь звено во взяточной цепи. Не исключено, конечно, не означает, что так оно и есть. Следствие разберется.